Дерзость Как правило, дерзость мы не называем какое-то неосторожное, неряшливое обхождение. Дерзновение с вещами, но именно в отношении людей допущены ерничанье, неуважение и называем этим словом. Дерзновение — добродетель. Дерзновение присуще человеку, уповающему на Господа. Дерзновение — это благая смелость, помогающая совершать добродетель. Ведь добродетель — это совершение некоторых действий, или, точнее сказать, сам образ жизни, который является под солнцем веры, в лучах веры. И если вера твоя правая, православная, то и жизнь твоя оказывается добродетельна, поскольку что не делает человек, верующий в Господа, исповедующий Пресвятую Троицу, то бывает в лучах ее света в связи с теми ценностями, которые человек усваивает от нее. А тут является в нем и необыкновенная для обывателя решимость. Она именуется дерзновением. Мы решаемся изменять жизнь свою, мы решаемся оставлять то, что кажется для людей века сего великой ценностью. Мы, может быть, покажется кому-то, переоцениваем свои физические способности, зная, что невозможное человеку возможно Богу, и утверждаемся в каком-то добродетельном образе жизни, да хотя бы взять супружество верное, многолетнее или монашество. В этом и есть дерзновение, в этом есть некоторая решимость совершать служение свое, уповая на помощь Божью, при этом изумляя, быть может, кого-то из окружающих той смелостью, с которой мы беремся за эти дела. Но смелость эта имеет опоры в веру. Так что вера без дел мертва, но подлинная вера воодушевляет нас с дерзновением совершать дела добрые ради нашего спасения и пользы ближних. Продолжение следует...